Всем привет! Я гуляю, я хожу. У нас сегодня такой снегопад, у нас опять всё замело. Сейчас уже, правда, снегопада нет, так, еле-еле-еле падает. Но только что вот был прям сильный такой, приличный. Я вам обещала рассказать, чем мы сегодня сейчас занимаемся и почему у нас так мало времени. Дело в том, что кто меня давно смотрит, уже знает, что мы сдаём папину квартиру. Вот. И всё вроде было в порядке, всё было нормально. Двое жильцов, которые были до этого, были аккуратными, всё хорошо. И вот последние, которые выехали, жили год. Выехали там просто. Они разбомбили опять полквартиры. В общем, сейчас мы всё это дело восстанавливаем. Хорошо, что у нас квартира застрахована, у нас застраховано имущество. У нас там, ну, короче, всё, что можно было застраховать в сирийске, мы и застраховали. Вот. Так что, но всё равно, то есть восстанавливать квартиру мы сейчас будем на свои средства, а потом со страховой получать вот эту выплату нашу. Но всё равно это всё требует времени, это всё требует обоснования. Страховая же не просто там на слово верит о том, что вот, знаете, типа там, ну, не знаю, к примеру, да, там, сломали какую-то тумбочку. Нет, нужны фотки этой сломанной тумбочки. Нужно предоставить плюс-минус аналогичную замену, дать ссылку на эту аналогичную замену, обозначить стоимость. В общем, ну, короче, по каждому предмету должно быть обоснование. То есть это всё не просто так. Сейчас мы этим занимаемся активно. Ну, из того, что там наделали, могу сказать, что увезли все столовые приборы, которые там были, увезли все ножи, которые там были. Ну, как бы у меня по этому поводу душа уже спокойна, потому что сдаём не первый раз, и я просто знаю, что это расходники. Это автоматом направляется в страховую, они возмещают, и мы располагаем там новый прибор. То есть это как бы не расход. Что ещё? Значит, чуть-чуть сломали комод, так что его надо будет чинить. Сломали и разобрали компьютерный стол, который там стоял. Теперь он не пригоден. Так, мне позвонила Димка, и у меня всё сбросилось. В общем, компьютерный стол теперь не пригоден для использования. Мы его уже выбросили. Тоже, конечно, всё сфотографировали, всё отправили в страховую. Уже купили другой стол, купили... Ой, что у меня опять не так? Сейчас, извините. Вот, всё. Уже купили другой стол. Купили маленький, не такой огромный, как у нас там был. У нас там был прям совсем здоровенный, с такими кучей-кучей полочек, знаете, которые раньше были такие модные, и все это вдруг покупали друг к другу. Ну ладно, друг к другу. Там ещё мы сняли, но в своё время там ещё выдвигалась такая штука под клавиатуру. Так что, думаем, это уже не надо. Купили стол, на который влезает ноутбук, и всё. Такой, ну, нет, конечно, ну, по-моему, 80 на 60, что-то такое. Ну, в общем, небольшой, без полочек дополнительных, усиленный. Такие железные ножки у него. Ну, симпатичный такой, в скандинавском стиле получился. Ну вот, заменили, купили его. Короче, доломали все табуретки, которые там были. Разбили окно в кухне. Просто, понимаете, это люди, у которых, видимо, всё горит в руках. Я не знаю. Разбили зеркало в ванной. Они его сами заменили каким-то колхозом. Короче, на пластиковые, знаете, вот эти вот штуки, которыми провода стягивают пластиковые такие штучки. Они их друг с другом скрепили, эти штучки, и зацепив за уголки обыкновенного зеркала из шкафа, не нашего, снова его откупили, примотали эти фигни пластиковые вместе с зеркалом на стенные винтики, которые держали старое зеркало. Боже, это, ну, короче. При этом ничего нам не говорилось. Я понимаю, если бы я им сказала, знаете, ребят, там, решайте всё сами. Сами разбили, сами решили. Нет, это всё не говорилось нам. Это всё делалось втихую. Что ещё? Духовку, в принципе, люди не мыли. То есть готовили, ставили противень обратно, потом снова на нём готовили, потом снова обратно. Я его еле отмыла, честное слово. Столешница. Был такой слой жира, что мне пришлось, знаете, вот этот вот юник, ядрёный который, кто пользовался, знает, что он, блин, глаза разъедает, правда. Это такое средство, которое ты напшикал, подержал полминуты, и у тебя всё легко удалилось салфеткой. Мне юник пришлось напшикивать на поверхность столешницы и вытирать всё это салфеткой шесть раз. Шесть! Только после этого я смогла отмыть столешницу. Ну, короче, какие там хрюндели были, это вообще от ас. Причём изначально ты никогда не узнаешь, кто у тебя будет снимать квартиру. Когда они только приходят смотреть её, они все, все на внешний вид кажутся, да и говорят тоже, что они очень аккуратные, они чистоплотные, они будут следить за всем и так далее. Всё это бла-бла-бла, это всё как повезёт. Так что да, в этот раз нам не свезло, но, слава богу, всё застраховано, так что сейчас мы спокойно всё это дело меняем, получаем свою законную выплату и квартира будет сдаваться дальше. Но да, это всё требует времени, это всё требует усилий, это всё требует поездок туда периодических, чтобы что-то вешать, что-то заменять, что-то убирать, что-то выкидывать. Одну тумбочку вообще выставили на балкон, балкон там не застеклён, естественно, что с ней могло там случиться, но новой она точно не стала. Так что её тоже нужно выкинуть, пока ещё не выносили, она довольно большая. В общем, там теперь много работы, по крайней мере, по году. Плюс нужно заменить там стол обеденный, потому что они его таскали туда-сюда и оторвали ему столешницу. Что есть, то есть. Увы. Ну и плюс то, что мы сейчас занимаемся ещё и параллельно бабушкиной квартирой, это тоже не добавляет свободного времени. Конечно, сейчас мы её уже отдаём на ремонт. И, возможно, возможно, станет чуть полегче со временем, но и то не факт, потому что нужно будет ездить по строительным магазинам и закупать всевозможные штуки для ремонта. Там всякие плитку, сантехнику, краны. Да всё-всё-всё на самом деле. Ну, кроме прям совсем откровенно такого чернового материала, типа штукатурки, я думаю, что штукатурку, наверное, у нас купят люди, которые будут заниматься ремонтом. Ну, то есть мы её платим, они купят. Потому что я в штукатурке ничего не понимаю. Это бесполезно меня туда пускать. Ну, штукатурка, на мой взгляд, она вся одинаковая. Но это же не так. Поэтому здесь мы, наверное, участвовать не будем. Но, тем не менее, там полно того, в чём придётся принимать участие. Там розетки, куда что поставить, какую розетку куда, какой выключатель куда. Там придётся, наверное, переносить выключатель, потому что он расположен очень неудобно. Ты, получается, входишь в комнату и вот так вот на 180 огибаешь стену, вытягивая руку. Но, да, раньше так делали. Это не делали там наша семья, там бабушки, никто этого не делал. Так было при строительстве дома. Так определилось. Железная дверь, окна. Так что там ещё будет очень много всего. Поэтому пока, ребята, я надеюсь, вы меня извините, пока не будет особого какого-то монтажа. просто не до этого. Я буду склеивать вот те видео, которые успеваю снять в течение там дня, двух, трёх, как получится, и буду выкладывать их для вас, чтобы вы меня не теряли, чтобы вы нас видели, не скучали. Будем с вами видеться чаще. Я надеюсь. Хотела сейчас зайти в наш павильон книжный. Я туда относила книги. Просто хочу посмотреть, много ли там книг. Может быть, увижу какие-то свои уже прочитанными, потрёпанными немножко. Может быть, нет. Ну, просто интересно. Я когда в парк к нам захожу, всё время захожу в этот павильон. Тянут меня книги. Там такой запах приятный. Книжный. Запах типографии. О, этот запах. Единственное, что меня бесит, что иногда приходят люди какие-нибудь, раскладывают на этом столе что поесть, попить, и начинают тут пир устраивать. Всё. Вот это не очень классно. Так. Ну-ка. Что знакомого? Кассеты так и лежат. Донцова появилась. Я почему-то все вот эти книги называю Донцовой. Вот такого плана. Хотя Донцовой-то тут, по сути, и нету, да? Маринина есть. Из тех, кого я помню. Да. Так. Ну что? Пока ни одной книги я тут не вижу, которую приносила. Будем надеяться, что их читают просто. Ух ты, Жюль Верн, таинственный остров. У меня есть такая книга дома. Прям-прям точь-в-точь. С таким же оформлением где-то стоит. Надо достать у Маши, по-моему. Тодор-драйзер. Горький. Классики много, кстати. Толстой. Главное, чтобы, знаете что, не приходили сюда и не забирали книги ради продажи. Там забрал книгу, пошел, продал. На том же самом Авито. Вот это, конечно, не очень. Это свинство. Ну, нету книг, которые я приносила, ни одной. Будем надеяться, что их читают. По крайней мере, мне приятно так думать. Может, это и не так. Но пусть будет так для меня. Красота. Все, ладно, пошли. Я и сама по вам безумно скучаю. Безумно скучаю по людям, которые оставляют комментарии добрые, интересные, смешные. Боже мой, как я люблю, когда есть люди с юмором. Это прям как бальзам на душу. Особенно в нынешнее время. Так, у нас сегодня еще один напряженный день. Сейчас погуляю. Надо будет зайти в магазин Милки за мясом. У нее гончилась говядина, а остальное мясо она у нас почему-то очень плохо ест. Там индейка, вот это вот все. Не любит она и все, прям еле впихнешь. Так что надо купить ей говядину. Потом нужно будет собрать вещи для Маши, потому что сегодня у них в театре нужно быть именно в форме. У них такая оригинальная форма. Джинсы, черные кроссовки, черные носки, черная резинка на высоком хвосте. И у каждого футболка своего собственного цвета. У Маши это мятная футболка, мятный цвет. Все остальные футболки не совпадают, то есть своего цвета. Надо будет собрать ей форму. Сегодня вторник, поэтому сегодня я ее забираю прямо из школы. У нее нет времени на то, чтобы прийти домой, пообедать, переодеться. Она у меня будет переодеваться прямо в машине. Кушать. Тоже положу я с собой в рюкзачок перекусить или в машине, пока мы едем туда или уже где-то там, когда у них там может быть перерыв будет. Да, и сегодня их должны снимать на видео и в спектакль для того, чтобы потом отправлять то ли в Министерство образования, то ли что-то такое. В общем, видимо, опять на какой-то конкурс. Не знаю. то ли не объяснили, не рассказали, то ли я просто не увидела. Так что у нас сегодня снова, и вечером у нас снова встреча по поводу ремонта квартиры. Ну что, товарищи, едем за Машей. Времени, как обычно, нету. И плюс меня еще и трактор закопал. Вообще хорошо. Давай, давай, давай. Так, я уже говорила, да, что Маша у меня сегодня ничего не успевает, в том плане, что покушать нормально, поэтому я ей взяла с собой целый термос с едой. мне жалко, что она желудок свой портит всякими булками. Вот, она у меня, конечно, и фрукты брала, но все-таки булки и фрукты, они все равно не заменят горячую еду, поэтому я сегодня взяла у Зимки термос, его рыболовный, который он не особо использует, потому что он недолго держит. Ну, он, собственно говоря, не для того, чтобы там сутками держать, да, температуру. Вот, объясню чуть попозже вот эту непонятную фразу, да, когда термос не для этого. Вот, и Маша туда сделала, в общем, обед, там, такой простой обед, там рис, сосиски и контейнер с салатом. Вот, все это теплое, все это с пылу, с жару, и вот сейчас везу, везу там сзади, у меня в сумке он стоит, он довольно крупный, и в нем вмещается три контейнера таких цилиндрических. Теперь по поводу того, как так, что термос не предназначен для долгого хранения тепла. Это не совсем тот термос, который держит долго тепло, то есть это термос для еды, именно для комфортного ее употребления, там несколько пластиковых контейнеров внутри, и такие термосы, как правило, долго не держат, то есть часа, часа 4-5, 5 может быть, да. Вот, долго держат, это те, кто напитки держат, с узким горлышком, такие, этот термос с широким горлом, поэтому, да, он ненадолго рассчитан, и плюс я Маше везу чай в термокружке, так что, я не знаю, сейчас успеет она поесть, не успеет, потому что в связи со съемками ей нужно сейчас еще переодеться, в общем, я не знаю. в общем, будем решать проблемы по мере их поступления, сейчас нужно в первую очередь вообще сначала припарковаться где-нибудь рядом со школой, ибо, 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 ибо мне Машу надо как-то встретить, ведь, я думаю, что мы сейчас это вот здесь сделаем, блин, тут у них такое узкое место всегда, и очень много машин, просто безумное какое-то количество, снег. Ладно. Все, 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 я не двигаюсь, все. Так, все, попросила ее сегодня не задерживаться, а то у нее бывает, то она подружку ждет, то еще что. Надеюсь, что сегодня придет без задержек. Челка у меня опять как лежит, так лежит, как там написали, говорит, козырьком торчит. Ну да, она у меня торчит, и не знаю почему. У меня еще вот здесь такой, знаете, ну вот волосы как-то по кругу растут, вот, еще из-за этого у меня вот еще в этом месте челка торчит больше, чем вот в этом месте. Сейчас, кстати, это, по-моему, наоборот, да, не знаю почему. Ну ладно, несет важно. Так, все, ждем машинцию. Тесла, что ли, рядом? Нет, не Тесла? Нет, наверное, не знаю. Так, все, вот что означает этот термос. Так, это машины сосиски с рисом, контейнер, оп, вставляется туда, видите, широкое горло, видите, горло какое широкое, поэтому долго не держится тепло в таком виде. Контейнер еще пустой, я разграничила, просто здесь в этом контейнере у меня салат для Маши лежал, она его не доела немножко, и он так вот наверх, так, сверху крышка, на самом деле система удобная, так, ну, одной рукой завернуть не получается, как надо, так что сейчас я его докручу в итоге, а вот это отделение под приборы, здесь еще вот такая вот такой чехол для ложечек, вилочек, и там внутри ложки, вилки, которые в комплекте, они маленькие такие, ну вот, вилка вообще трезубец, и вот так, сейчас закрою, чтобы случайно оно не открылось нигде, во, все, 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 масяшка ускакала, я теперь сейчас ее буду сидеть, дожидаться, отсюда до дома ехать смысла нет, потому что сколько я буду ехать, то есть я приеду домой, и мне сразу надо будет возвращаться за ней обратно, так что не имеет смысла отсюда уезжать, ничего здесь такого рядом нету, что можно было бы посетить, летом еще можно там вот в парке как-то, я не знаю, погулять, посидеть, книжку почитать, еще что-то, а зимой тут ничего, ничего такого нету, поэтому сидим-с, сидим-с, тут даже магазинов особо никаких нет, так что да, просто буду ждать, я взяла с собой айпад, сейчас может быть или порисую, или посмотрю фильм какой-нибудь, они там не очень долго занимаются, так только я сейчас уже сжарюсь, попрохладнее делать, все, отлично, вывозим еще оставшиеся вещи из квартиры, там еще сейчас мама с нашим строителем едет, и все, и начинаем, доводишь ребенка, она от тебя сбежала, она не сбежала, ты говоришь, можно сбежать,